Я вынужден извиниться за название своего доклада. Он был задуман действительно как заметки. Первая должна была быть посвящена работе Дустава Всеволодовича и Владимира Николаевича 1958 года, вторая городу Рига, а третья выборскому эпизоду в черновиках египетской марки, где, значит, уже так сказать, балтийская тема связана только с Балтийским морем, а не с балтийскими языками. Значит, я увидел, что дай мне Бог успеть уложить одну часть сочиненного, и я буду говорить, буду рассказывать предполагаемую вторую часть как самую новую. Значит, я буду говорить о Риге, но не о городе, а только о названии. Значит, я, так сказать, не воспользуюсь ни замечательным 15-м томом рижским балтославянских исследований, ни специальной статьей Светланы Рыжаковой о Риге, из нее воспользуюсь только материалом по играм-обманкам, которые, значит, называются «показать Ригу», и не претендуя, естественно, на то, чтобы дать балтийскую этимологию топонима, все мои соображения относятся к вторичным квази-этимологическим паранимическим ассоциациям. Это из «Фасмера». Значит, я не удержался, оставив замечательное греческое заимствование Рига в значении «король-царь». Значит, ну вот тут некоторая поправка редакции. Тут еще некоторые любопытные слова того же корня. Значит, что из этого для нас существенно, что Рига-топоним и Рига-апеллиатив амонимы, что никакого родства между ними нет, одно из них балтийского, другое финского происхождения и соответствующие финского происхождения и соответствующие слова в русском языке, другие славянские я сейчас не буду трогать. Значит, статья Фасмера имеет продолжение. первый абзац это продолжение продолжение статьи Фасмеровской и дополнение Трубачева. То есть здесь идет речь об одном фразеологизме, но близких фразеологизмах с разными значениями. Значит, тут нужно объяснить вот что. Я довольно давно писал о том, что к табуистическим объяснениям словаре Фасмера, ко всему классу табуистических объяснений нужно относиться к Кумграно-Салис. Он очень многое брал не из первоисточников, а из большого обзора Хаверса. И во всяком случае те примеры, которые я проверял по взятые из Зеленина, довольно часто они оказываются совершенно неосновательно обобщены. Я писал в этом не буду приводить сейчас примеры. Значит, в данном случае, однако, Фасмер довольно точно следует за Зелениным. Вот выписка из его табу слов. Я прошу более внимательно прочесть этот кусочек. Особенно материал Никифоровского. Дело в том, что прежде всего, несмотря на то, что возвращаясь к Фасмеру, несмотря на то, что он полагает, что в выражении съездить в Ригу Рига это Авин, он тем не менее всюду пишет ее только с большой буквы. То есть он прекрасно понимает, что это топоним. В случае, в примерах Никифоровского, значит, вот Режанка и Режаненок, ну, тут, по-моему, не нужно, не нужны никакие аргументы, чтобы сказать, что это несомненно производная топонима, впрочем, осложненная паранимия со словом рожать, рожениться и так далее. Но, прежде всего, даже не только уже глагол съездила в Ригу показывает, что Рига Авин здесь совершенно ни при чем, но, главным образом, параллелизм съездила в Москву, съездила в Ригу. Причем любопытно, что этот параллелизм подкрепляется параллелизмом вот этих игр обманных, показать Москву, показать Ригу, это одно и то же. Правда, значит, Рожакова приводит довольно обширный архивный материал, где показать Ригу это не только поднять за уши, но и там предлагается полизать замерзший металл, ну и еще целый ряд каких-то вот таких же ловушек. Но, так сказать, природа этих обманок, так сказать, одинакова. Я вообще подозреваю, хотя доказать это трудно, но мне кажется, так сказать, сам характер этих выражений допускает такую трактовку, что съездить в Ригу и съездить в Москву это вообще первоначально должно было означать незаконные роды. Так сказать, это совершенно естественно. Вот Мария Анатольевна Бобрик мне сообщила, что в Германии вместо сделать аборт говорят съездить в Голландию. Это тот же самый ход. Значит, теперь перейдем ко второму значению фразеологизма. Значит, это Вики Словарь. Здесь некоторые примеры, из которых я выпустил примеры из Зощенко, поскольку они заслуживают отдельного цитирования. Даты в этих примерах кажутся значимыми. Похоже, что этот фразеологизм устарел и сейчас не употребляется. Что касается этимологии, которая более-менее несомненно, я дальше еще приведу одно высказывание на эту тему, но тут может быть, я не совсем в этом уверен, но может быть, стоит сделать такую оговорку, что в современном языке рыгать, вообще говоря, не значит рвать. И единственный контекст, в котором это значение является главным и основным, это так сказать сфера младенчества. Вот именно про них говорят рыгать, срыгивать, вот именно значение извергать пищу, в то время как про взрослого человека так не скажут. Это выписки из рассказа Зощенко «Прискорбный случай», 1926 год. тут все достаточно очевидно, хотя к этому рассказу я еще вернусь. Роман Давыдович Тименчик, неоднократно обращавшийся к сюжету «Рига в российской словесности», он упоминает, разумеется, изученковский текст. Вот это первая из его статьи «Дядя из Риги», а значит из другой статьи вот несколько еще примеров из учебника Реформатского и из куплета благодушного поэта. поэта. Теперь, собственно говоря, чисто этимологических комментариев все сказанное не требует. Тем не менее, любопытная семантическая параллель приводится Евгением Дмитриевичем Поливановым в его знаменитой книге «Видение языкознания для востоковедных вузов». Значит, ну вот то, что выше красной строки это текст в корпусе, а значит ниже сноска к словам уроженцев Прибалтики. Значит, этот немецкий анекдот, так сказать, относящийся, по-видимому, как подсказывает контекст тоже к детству Поливанова. Вот тут интересно то, что весь этот материал появляется только в новом издании 28-го года. Вот предыдущие варианты этой книги 16-го и 23-го года значительно более короткие. И здесь значит, вот один короткий абзац о гортанном взрывном, как называют его Поливанов, или гортанном смычном, как чаще говорили впоследствии. Ну и замечания из той же статьи Тименчика, так сказать, возвращающие нас к той же так сказать рижской или около рижской сфере, значит, ну такой вот чисто, в общем, чисто фактический материал. Дальше я перехожу на значительно более шаткую почву. В 29-м году, через год после Поливанова, Тинянов печатает в однодневной газете очерк «Два перегона». Собственно, это путевой очерк наблюдения по пути в Германию на лечение, хотя написан вероятно уже по возвращении. Значит, этот очерк был перепечатан в 1988-м году в журнале «Доугава» с очень содержательным предисловием покойного Евгения Абрамовича Тоддеса, ну, так сказать, которое, собственно, и привлекло мое внимание к этому тексту. Значит, вот несколько выписок. Они, так сказать, природа этих выписок, почему выбрано именно это, будет понятнее, когда я покажу. Для понимания вот этих кусочков, которые я выбрал из, ну, весь рассказ занимает примерно, то есть, вот эта первая часть, «Рига», она занимает примерно полторы журнальных, но журналы, да, «Доугава» совсем небольшого формата, значит, странички. Для понимания связи этих кусочков нужно учитывать, что между ними в основном перечисляются смерти разных персонажей. Старый латыш идет домой и умирает и так далее. При этом интересующее нас слово «Рига», кроме первого его потребления вот здесь, значит, всюду попадает в начало предложения. Таким образом, «Рига», значит, апеллятив, «Авин» и «Рига-город» графически неразличимы. Мы только по контексту понимаем, что все время до сих пор что это первое потребление топонимов. Все предыдущее – это апеллятивы. Теперь я покажу комментарий Тоддеса. Текст говорит сам за себя и действительно я здесь обрываю цитату, потому что дальше Тоддес переходит к интерпретации временных категорий. Мне нужна именно сама констатация вот этого противопоставления «стоит», «идет», «стоять», «идти» и его медиация, его снятие. Я бы позволил себе такое трудно доказуемое предположение, что среди вторичных значений этой конструкции может быть и в таком отдаленном фоне, может быть и значение ехать в Ригу, актуализированное рассказом Зощенко, напечатанным тремя годами раньше, и возможно, что какую-то роль в этом сыграл и анекдот Поливанова. Для того, чтобы я кроме того, что и Тынянов, и Поливанов члены Апояза, причем Поливанов вообще говоря, как член Апояза старше, он участвовал в самых первых сборниках от Тынянов, вошел примерно тремя годами позже, но вот эта жалкая информация, это все, что я могу по этому поводу сказать, кроме одного, у нас есть текст, который каким-то образом говорит об отношении Тынянова к Поливанову, это Роман Каверина, скандалист или «Вечера на Васильевском острове», напомню для контекста, что Каверин не только свойственник Тынянова, но и собрат Зощенки по Серапионовым братьям. Значит, я отметил эти самые начало публикации скандалиста, потому что для аргументации это ничего не дает, но тем не менее любопытно, что Поливанов должен был прочесть первые главы, в которых он уже фигурирует под именем Драгоманова. До того, как написана его книга. Предисловие Поливанова датировано маем 1928 года, а второй, седьмой номера 1928 года это начало публикации романа. Об этом специально писали тот же Евгений Абрамович Тоддес вместе с Мария Таймарной Чудаковой. Значит, при этом тут любопытно вот что. роль Драгоманова в романе, значит, ну, с одной стороны, вполне очевидно, что это Поливанов, анекдоты о нем здесь фигурируют, но действительно, как отмечено в работе Тоддеса и Чудаковой, одна из лекций, которые, так сказать, разыгрываются в романе, излагают взгляды не Поливанова, а его прямого антагониста Николая Яковлевича Марра. Значит, более того, вот я, вот продолжение цитаты, с одной стороны, в создании этой фигуры в романе, участвовал сам Тынянов, по крайней мере, вот в этих, в этом вот лингвистическом разделе, в, так сказать, пародийной лекции, которую, как комментирует Тоддеса и Чудакова, она, так сказать, ну, это перенесенная в 20-й век лекция Сенковского, которым занимался Каверин. Значит, но, что еще интереснее, то, что в, значит, вот в этом множественности прототипов Драгоманова, так сказать, среди прототипов фигурирует и сам Тынянов. то есть в одном эпизоде, так сказать, он по-видимому, так сказать, прямо отражены какие-то детали, связанные с отношениями Тынянова и Шкловского, то есть конкретной ситуацией, и последнее это, и вот это, значит, из работы Тоддеса и Чудакова, последнее сопоставление уже мое, те, кто помнят записные книжки Тынянова, впервые опубликованные в 60-х годах в Новом мире, те легко опознают вот это очень похожее высказывание Тынянова о себе, но там ему это говорит его доктор. Значит, все эти соображения не могут служить серьезным аргументом в пользу реминесценции Поливановского анекдота. Однако я все-таки позволяю себе высказать такую нефундированную гипотезу, потому что речь идет не столько об отношениях между Тыняновым и Поливановым в конце 20-х годов, сколько о том общем фоне, который мог актуализироваться в рижской теме. У Поливанова с Тыняновым и Кавериным был, по-видимому, некий общий латышско-немецкий фон, гораздо более немецкий у Поливанова рижанина, чем у латгальского уроженца Тынянова, но вряд ли были конкретные общие воспоминания. Поливанов учился в гимназии в Риге и основным языком, по его собственному признанию, был немецкий. Тынянов и Каверины начались в Пскове в гимназии. Одноклассником Тынянова был старший брат будущего Каверина, Зильбер. Вот мне кажется, что такой фон дает какие-то слабые основания для сближения вот этих анекдотических сюжетов. Собственно, и все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 у них не могло, не рассматривали вот интерпретации этих самых «Рига, Рига, сидит, латыш», то, что, в принципе, оба имели право, что называется, на латвийское гражданство, и что они, как бы, оказались, имея одно рождение, оказались в другой стране, в Советском Союзе, и не рассматривали здесь как-то их личное отношение к этой самой новой латве, которая существовала. Про Паливанова я ничего не могу сказать в этом контексте, у меня есть только его упоминание Риги, так сказать, как города, немецкоязычного города своего детства. Что касается Тынянова, это возможно, в принципе, потому что, особенно учитывая, что это, так сказать, очерк на пути, выезд за границу, так сказать, причем, это, так сказать, в советское время, кажется, то есть в советское время точно единственный его выезд, и он захватил Берлин, Прагу, так сказать, там мы довольно много знаем об этой его поездке, так сказать, возможно, что он как-то, ну, хотя бы мимолетно думал о, так сказать, таком нереализованном варианте своей биографии, хотя все-таки по-видимому Петербургский университет, АПАЯЗ и прочее слишком сильно его связывали с Петербургом и Россией. Продолжение следует...